Орнитологический питомник в Американской низменности уже второй раз подключается к этой акции. В этом году к сотрудникам присоединились ученики школ и эколого-биологического центра. Лучший подарок человеку – книга, птице, конечно же, скворечник. Разнообразные дома для пернатых ребята конструировали и украшали вместе со своими родителями. Скворечник я делал первый раз. Было самое сложное – сделать каркас. А вот эти жены, это я попытался разукрасить его, чтобы птицы не пугались. Они пугаются лака, я взял, ну, пообшмаливал. Для начала сотрудники провели ребят по демонстрационной зоне парка. Только с 1 апреля многие птицы совершают свои длительные перелеты. Некоторые из них останавливаются в Американской низменности. На сегодняшний день пернатых путешественников пока немного, но наплыв птичьего десанта сотрудники парка уже ожидают. Сейчас, прямо вот в данный момент, у нас на озере сидит 3 хохлатых черники, одна самочка и два селезня. Сидят несколько куликов. Вот сейчас у нас в основном пролет водоплавающих закончился. Сейчас начался пролет куликов. Но у нас, вы знаете, у нас вообще пролет имеет волнообразный тип. Сам парк был создан только два года назад. Олимпийские объекты и жилая застройка Американской низменности расположены на пути перелетов многих птиц. Как и было обещано властями, экологии на этой территории не помешает даже Олимпиада. Перелетным птицам по-прежнему есть где остановиться, передохнуть и даже подкрепиться. Орнитологический парк в Американской низменности уникален. В России его аналогов больше нет. Он состоит из трех частей, общей площадью более 300 гектаров. За два года его существования на его территории побывало множество птиц. Но пернатые не единственные его обитатели. Сотрудники парка следят и за большим количеством уникальных растений. Юнаты с природой и фауной знакомы не понаслышке. Повесить будущий дом для синиц решили на коренной жительнице Эмиритинки, известной как Ольха Бородата. Это дерево комфортно чувствует себя в болотистой местности. С сегодняшнего дня Ольха будет давать приют и пернатым жителям парка. Уже сегодня в парке успели приземлиться множество перелетных птиц. Их количество с каждым годом увеличивается. Флора парка тоже поражает. Уникальные растения произрастают на всей территории заповедника. В будущем их количество тоже увеличится, обещают сотрудники парка. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.